Андрей Александрович, я 8 лет работал учителем русского языка и литературы. Конечно, учителю тоже хочется утром, уходя на занятия, калорийно поесть. И не ходить в течение одного года перед учениками в одном и том же пиджаке. Конечно, вот это на будущее, то, что это отразится на его материальном и так далее в будущем, это да. Но если говорить в целом о стране, наверное, у нас в стране учителя хотят, чтобы сегодня, понимаете, это, конечно, в целом общегосударственная проблема. И здесь, на мой взгляд, взаимосвязано все это. Если в школе учитель хорошая зарплата, там есть возможность отобрать из 10-20 преподавателей. Если низкая зарплата, то взять того, кто придет. Вот он подготовит плохого ученика, а тот будет потом плохим специалистом, а потом опять вернется и так далее. Это известный круговорот, конечно. Что было раньше? Извините, на августовском педсовете, я помню, мы как-то ждали августовский педсовет, как большой праздник, как начало новой какой-то страницы жизни. Какой дух сегодня был на педсовете, который вы посетили? Вы знаете, мне кажется, что он был все-таки скорее позитивным. Во-первых, все участники соглашались с тем, что позитивные тенденции все время существуют. Я вам сказал, что мы сравниваем с совсем недавними временами. Если немножко дальше посмотреть, то совсем недавно еще было, когда учителям зарплату вовремя не платили. Конечно. Помните, да? Но у нас вообще не платили во времена эшкерии. Ну вот, понимаете, сегодня учитель, еще раз говорю, мы сделали такой важный шаг. Мы сказали, что средняя зарплата учителя должна быть средней по экономике региона. Это принципиальная вещь. Это впервые приглашено. Это означает, что сегодня средняя зарплата учителя вырастет примерно процентов на 30. Да, хочется больше. И мне хочется, чтобы учителя, я считаю справедливым, когда учителя получают зарплату не среднюю, а выше средней. Потому что от него все зависит. Я считаю, что то же самое касается и людей, которые учат ребят дальше. Потому что туда должны идти самые лучшие специалисты. Именно туда, где учат. Понимаете? Потому что тогда и дальше все будет налаживаться. Но мы с вами тоже хорошо знаем, что есть огромное количество проблем у страны. Есть проблема пенсии. Мы же не можем, мы должны помнить, что наша ответственность за тех, кто уже поработал, создавал богатство страны в свое время Советского Союза, потом Россию выдержал. Эти люди имеют право на нормальную пенсию. Есть проблема обороноспособности. Мы живем в сложном мире, мы не можем отказаться от того, чтобы иметь сильную настоящую армию. Иначе нам будут диктовать условия. Конечно, мы не можем от этого отказаться. Есть проблема подъема экономики. Какие-то есть задачи, о которых мы тоже не можем отказаться. Мы должны вкладывать туда деньги, потому что иначе, как я сказал, уже не будет, не с чего будет платить налоги. Поэтому такая сложная ситуация. И мы каждый раз, я говорю, руководство страны стоит всегда перед выбором, на что дать деньги. И то, что было принято решение, что за ближайшие два учебных года из федерального бюджета на те задачи, которые должны решать регионы, будет дополнительно выделено 120 миллиардов. В том числе для того, чтобы обеспечить поднятие зарплаты учителей, чтобы создать лучшие условия для учебы. Это все-таки очень важный шаг. Правда, это сигнал, что и для руководителей регионов, и для муниципалитетов, что государство считает это важнейшим приоритетом. И я очень хочу, чтобы учитель был самый обеспеченный человек, чтобы он был уважаемый человек, чтобы то, что называется, он был представителем среднего класса. Но при этом я точно так же хочу, чтобы каждый учитель помнил, что главный человек в школе – это ученик. Что если не будет учеников, то учителя будут ни к чему. И если он не научит хорошо учеников, то он не выполнит свою главную миссию. И важно то, что большинство наших учителей эту миссию выполняют. Они берут на себя ответственность, они идут вперед. Поэтому, конечно, мы, я имею в виду чиновники, система образования, должны обеспечивать условия для наших людей, которые работают в образовании, для тех, кто учится. И я точно понимаю меру своей ответственности. Потому что из-за каких-то несогласований можно создать проблемы для самого успешного процесса. Но я просто хочу все время, и мне кажется, что это было услышано и поддержано на выставском педсовете. Понимаешь, что это наше общее дело. Если мы начнем делить, кто за что отвечает, и друг другу перебрасывать это, как, знаете, как горячий пирожок, мы ничего не добьемся. Это должна работать вместе. Семья, школа, власть. Кстати, бизнес. Потому что без него тоже, так сказать, не обойтись. И не в последнюю очередь. И вообще все общество. Вы должны понять, что система образования – это наше общее дело. И это и по-человечески правильно. Андрей Александрович, вот когда мы с вами учились в школе, в свободное время мы читали и Купера, и Майнрида, я не буду перечислять и так далее. Много чего считали. Тысячи книг, правильно? Да. Сейчас ученик, он в свободное время, вот что бы мы не говорили. Сидит в интернете. Планшетка, ноутбук, одноклассники, ВКонтакте. И главное, ему нужно обязательно иметь дневник во всех сетях. На ваш взгляд, со временем это не приведет к какому-то духовному обнишанию нации в целом даже? Есть такая опасность? Из какой вывод, на ваш взгляд? Я скажу такую крамольную, может быть, вещь, но я не являюсь очень большим сторонником вот этого вот пребывания в виртуальном мире. Я считаю, что реальный мир интереснее. Но я понимаю, что каждое время приносит свои реальные. И бессмысленно сетовать на то, что в наше время у нас было все лучше, потому что будущее, оно принадлежит этим молодым людям. И есть в этом вот, в этом вот новой реалии, есть, наверное, и минусы, но есть и плюсы. Плюсы заключаются в том, что у нас все-таки наше общество, это были наши ребята с нашего двора, а вот у молодых ребят общество – это весь мир. Они открыты всему миру, и они взаимодействуют со всем миром. И, наверное, это может дать какие-то негативные результаты, но это может дать огромные плюсы для них, потому что они чувствуют себя гражданами мира. Ведь когда мы росли, все-таки мы были гораздо более ограничены. У нас была граница. Мы считали, что эту границу пересечь, в общем, нам не очень хотелось, потому что считали, что это невозможно. А сегодня им принадлежит весь мир. И я думаю, что наша задача сегодня не ограничивать их как-то, не говорить, что это неправильно, а с одной стороны обращать внимание на риски, на опасности, но в гораздо большей степени развивать то положительное, что вот в этих возможностях есть. Я думаю, что это, в общем, задача как раз учителя. Возможно, я думаю, что вы правы, не могу я сказать министру федеральному. Легко, легко, можно сказать, что министр не прав. Возможно, вы правы, даже в трудах Аристотеля содержится критика молодого поколения. Это для нас характерно. Ну и один вопрос. Вы, как министр, являетесь, образно говоря, главным учителем России. И в Чеченской республике в системе образования, в журнал, где написано «Чеченская республика образования», вы какую оценку, если она будет не очень неприятной для Музаева, какую поставили? Я думаю, что можно ставить четверку. Я думаю, что пятерку ставить рано, потому что есть много проблем, о которых я сказал. А есть регионы, где вы тройку поставили бы? Знаете, даже, наверное, тройку с минусом поставил бы. К сожалению. К сожалению, к огромному сожалению. Но, понимаете, двойку не поставил бы нигде, по одной простой причине. Нет регионов, в которых не было бы замечательных учителей, в которых не было бы очень хороших ребят, и в которых бы не было желания, если, может быть, даже не руководителей, то, по крайней мере, каких-то людей в системе образования сделать ее лучше. Поэтому, наверное, и пятерку тоже сегодня ставить нигде нельзя. Поэтому я считаю, что вот эта честность, с которой относятся к образованию в Чеченской республике, она повышает балл. Это была программа «Диалоги». Сегодня у нас в гостях был министр образования и науки Российской Федерации Андрей Александрович Курсенко. Андрей Александрович, я вам очень благодарен. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин